добрый день всем сегодня я бы хотел поговорить как все таки выбрать сервисистему дельта линейки это довольно старая презентация вы можете скачать у нас на сайте она есть в англоязычной виде также если хотите как бы ознакомиться дополнительно это мы выложим тоже для скачивания тут мы поговорим помним скажем так основные физические формулы посмотрим на спецификации приводов посмотрим что такое профиль движения максимальный момент среднекостатичный момент и также регенеративная энергия откуда она берется как с ней можно бороться вот а дальше это все на маленьких примерах как бы мы посмотрим как это все работает и также затронем специальное по сдаем сайзинг который помогает подборе всего двигателем напомню часть основных формул из курса физики которые мы будем использовать для описаний для дальнейших расчетов и подбора необходимой мощности момента серводвигателя мощность у нас равна моменту на угловую скорость она измеряется в радианах это получается измеряется в ватах момент равен нейронам на метр а угловая скорость у нас измеряется в радианах в секунду что такое радиан секунда и как она берется вот маленькая картинка почему это происходит момент это инерция на углового ускорения. Для различных механизмов существуют различные формы, для различной конфигурации. Все это вы можете найти в интернете, либо в дополнительной технической литературе. Здесь мы не будем застрять на этом внимании. Это не задача данного вебинара. Для каждого серводвигателя существует своя характеристика работы, которую можно увидеть либо в каталоге, либо в инструкции по эксплуатации на сервовую систему. Там они все приведены. Для каждого типа двигателя есть свой график, который будет показывать. Зеленым здесь выделена эта область продолжительной нагрузки, когда двигатель может со стопроцентным моментом работать продолжительной время на номинальной скорости, либо в этом данном случае для двигателя серии C3 со снижением момента до 60% на 5000 оборотах. Также есть область кратковременной нагрузки, выделенная синим цветом, максимальная перегрузка до 300% может обеспечивать двигатель. Это кратковременная область работы, при том Дельта рассматривает эту зону каким образом. Если у нас нагрузка 120% на двигателя выше номинала, то двигатель у нас может работать благополучно в этих условиях не больше 139 секунд. Вот как бы соответственно есть график, да и дополнительная до 300%. При перегрузке 300% мы безболезненно можем работать 1,6 секунды. Этот график нам дальше понадобится в дальнейших расчетах. Что такое профиль движения? Это условный график, который нам показывает, как энергия превращается из электрической в кинетическую. Тобто у нас есть шкала времени, у нас есть ось времени, у нас есть ось скорости, это скорость двигателя в оборотах в минуту, да и в начальный момент времени двигатель стоит, потом мы разгоняемся до какой-то скорости, едем участок Т2, потом мы должны остановиться допустим и подождать какое-то время и поехать обратно, да. Это показывает данная циклограмма. Также мы можем увидеть, что построить по этому графику график зависимости момента от скорости, да. Соответственно, здесь мы видим, мы упрощаем до прямоугольников, да, на самом деле там форма момента может быть немного иной. Дальнейшее, скажу, для чего это сделано. Также здесь присутствует сила трения, которую надо учитывать при расчетах, да, а также момент удержания, необходимый технологический, который, допустим, на станке ЧПУ необходим, да, для удержания там противодействия смещения, либо какой-то другой технологии, либо подвес-груз и так далее, да, если у нас гравитация работает дополнительно, учитывается. Также есть, во время торможения участок ПИП-3 у нас будет происходить генерация энергии, этот двигатель будет переходить в генераторный режим, это выделено вот этим зонам. Основными параметрами двигателя системы является момент инерции. Исходя из него, зная его, мы можем правильно подобрать необходимый тип двигателя и мощность двигателя. Для правильного расчета системы и корректного, да, мы должны рассматривать худшие условия работы конкретного двигателя в конкретном устройстве. То есть, если у нас по технологии максимальная, есть определенная максимальная скорость, какая-то максимальная нагрузка на линии, допустим, да, или максимальная масса, которую мы должны перемещать, мы должны именно эти значения и брать в расчетах. То есть, не просто конвертная лента, которая не нагружена какой-то продукцией, а перемещение именно конвертной ленты с полезной нагрузкой. Это и будет худший сценарий. Также надо не забывать, что у нас есть момент инерции как механизма, так же есть момент инерции ротора. Мы его можем увидеть в инструкции по эксплуатации. Для всех типов двигателей они указаны. Для расчетов мы эти значения должны суммировать. Относительно расчетов момента инерции системы, вы можете найти их методики либо в интернете, либо обратиться к дополнительной технической литературе, потому что это очень большая тема, которая выходит за рамки сегодняшнего обсуждения. Что же такое максимальный момент? У нас есть наш профиль движения. Траектория, допустим, начальный момент времени, мы разгоняемся до какой-то скорости N1, потом у нас есть промыванный линейный участок движения. Допустим, мы перемещаем какую-то заготовку в какую-то точку, затем мы останавливаемся. Максимальный момент у нас будет необходимо использовать для проверки работоспособности сервопривода. Соответственно, здесь вы можете видеть формулы, как это считается. ТФ у нас трение. Т-макс это максимальный момент с учетом информации в предыдущем слайде. Также не надо забывать, что на самом деле график разгона двигателя торможения имеет области сглаживания S-образная кривая. Для простоты расчетов построения графика мы будем рассматривать эту трапецию в виде обычного прямоугольника. чтобы проще было считать. Также важным является среднеквадратичный момент. У нас в циклограмме, сейчас я вернусь назад, есть какой-то цикл работы, который будет дальше повторяться. так же самое. У нас вот есть один цикл работы. Мы должны посчитать среднеквадратичный момент для одного цикла работы. Соответственно, у нас есть формула. и если мы получим значение ТРМС больше, чем величина номинального момента данного конкретного двигателя, у нас двигателя будет работать с перегрузкой. Также здесь присутствует величина Т2. Это трение. силы трения, которые необходимо также учитывать. Какие факторы влияют на условия срабатывания сигнализации аварии АЛ-06 это перегрузка двигателя. Дельта базируется на вот этом графике. и как бы оперирует вот такой формулой для расчета срабатывания ошибок. Вы можете самостоятельно посчитать по своей диаграмме работы выходите ли вы в перегруз и на какое время у вас в вашей задаче есть области перегруза. Они должны быть меньше единицы тогда у вас не будет возникать аварийных ситуаций АЛ-06 регенеративная энергия. Как это работает? У нас есть двигатель. Во время ускорения либо постоянной скорости поле статора будет опережать будет опережать поле ротора. Это штатный режим работы двигателя. Это просто будет двигатель. Когда же мы переходим в режим торможения у нас поле ротора будет опережать поле статора. при этом двигатель перейдет в регенеративный режим работы и вся энергия которая будет вырабатываться в нем будет отдаваться обратно в сервоусилитель. В NGPT модуле которая там а потом через диоды которые присутствуют внутри если рассмотреть схему будут заряжать конденсатор в шине постоянного тока. Для этого применяют торможный резистор. То есть у нас вот эта область будет областью работы в режиме генератора. Для энергии возвращается сервопривод она изначально будет накапливаться внутри конденсаторов пока не достигнет какого-то определенного проектного значения Дельта принимает его называет В-бас и эта величина принята 370 вольт расчетная когда конденсаторы внутри зарядятся до напряжения 370 вольт сработает дополнительный ключ который подключит параллельно конденсатором тормозной резистор внутренний либо же внешний если это необходимо если он будет установлен как подбирается тормозной резистор есть несколько простых формул чтобы оценить необходимость использования тормозных резисторов у нас есть регенеративная энергия которая равна моменту инверсии системы умноженная на получается на разность квадратов скоростей начальной и конечной дельта начальная скорость это вот эта точка конечная это вот эта точка н1 н2 и деленная на коэффициент эмпирический 182 другими словами мы здесь учитываем первую вторую производную да вот по времени чтобы рассчитать по каким-то сложным формулам мы упрощаем до такого представления при этом мощность которая у нас будет рассеиваться в резисторе будет считаться по вот этой формуле лице это энергия которая накапливается в конденсаторах для каждого конкретного сервоусилителя это это значение оно приведено в инструкции по эксплуатации это может быть 18 30 джули в зависимости от того на какой номинал установлены конденсаторы так также в инструкции вы можете найти информацию по минимальному сопротивлению и максимальному допустимому сопротивлению для каждого конкретного типа сервоусилителя это важный параметр на который надо обращать внимание чтобы не вызвать выход из строя сервоусилителя если сопротивление будет меньше вы просто можете спалить внутренний ключ если сопротивление будет значительно выше у вас не будет эффективно работать дополнительный тормозной резистор все равно будет появляться ошибка 0.6 здесь мы в качестве примера показываем как пользоваться формулами которые были немного раньше важным очень параметром для расчета системы от которого необходимо отталкиваться в расчетах это момент инерции непосредственно самой машины самого устройства которое разрабатывается конструктором и это задача именно конструктора который проектирует какую-то установку определить момент инерции здесь мы берем какую-то величину и кроме момента инерции вторым фактором будет рабочая скорость максимальная рабочая скорость здесь она указана 2000 оборотов в минуту соответственно это вот второй параметр который необходимо брать для расчета всей системы мы его переводим радио на секунду рассчитываем момент здесь момент инерции это вот эта величина 209 и 4 это наша угловая скорость в пересчете вот 0 здесь это начальная точка 0 1 это 100 миллисекунд по вот этому участку да это подстановка формул соответственно получаем величины вот 12,8 ньютон ньютон нам подходит сероводвигатель серии E-CMA E-11 315 у него максимальный момент 21,48 здесь же мы посчитали максимальный момент для конкретного механизма с конкретной технологией получился 12,8 в этой части нам подходит двигатель не забываем теперь после выбора двигателя добавить момент инверции ротора проверить расчет дополнительно с учетом момента инверции как системы так и двигателя совместно да также необходимо не забывать про трение которое существует в системе после того как мы выбрали двигатель проверили его на максимальный момент мы можем по спецификации проверить также его на соответствие номинальному моменту мы должны посчитать средний квадратичный момент по циклограмме работы механизма которая задана конструктором да вот у нас получилось 457 ньютон метра это величина меньше чем номинальный стопроцентный момент двигателя что нас вполне удовлетворяет только если бы у нас ТРМС было допустим 10 или 12 нам бы этот двигатель не подошел он бы перегревался просто в итоге выходил бываю там АЛВ6 либо какую-то другую сейчас полностью подходит он полностью справится с работой с этим механизмом по этой циклограмме теперь все-таки пришло время вспомнить о величине трения если есть определенные механизмы в которых трение должно быть известно заранее для машин двигающихся с высоким трением то это величина закладывается конструкторами изначально на этапе проектирования если же какие-то механизмы с небольшим трением то эту величину можно игнорировать оставляя какой-то небольшой запас при выборе систем у нас сейчас в нашем конкретном случае получалось 4,8 метра в зоне продолжительной работы номинальный момент мы выбрали 7,16 подвигатель этот запас у нас вот этот кусочек он есть также проверяем запас в зоне кратковремененной нагрузки 100% у нас 21,5 в нашем случае наш момент максимальный который мы посчитали по графику работы системы получился 15,6 соответственно наш запас сейчас получился 5,9 это вот эта величина минимальная величина по двум зонам это 5,5 ньютон метр это довольно большая величина запаса для каких-то механизмов теперь необходимо после того как мы подавали двигатель он нам подходит по моментной характеристики необходимо позаботиться о подборе и проверке необходимости дополнительного тормозного резистора у нас есть участок торможения по графику в этой зоне будем двигатель будет работать в режиме генератора при торможении соответственно есть формул для расчета которая была раньше это та инерция системы которая была задана это инерция двигателя который мы подобрали ну а это разность узкостей начальной и конечной в данном случае вот эти точки мы получили 159 джоли затем с учетом вот ЕЦ здесь у нас 18 джоли это емкость это энергия на конденсаторе по инструкции мы получили 1,4 киловатта сопротивление максимальное 370 это принятая величина для включения тормозных резисторов она она постоянная для вселения сервоприводов нам получили 97 3 ома встроенный резистор для сероусилителя для этого двигателя равен 60 ваттам что не удовлетворяет нашему требованию поэтому мы должны применять внешние тормозные резисторы также при подборе серо двигателей не надо забывать о таких моментах как присоединительные габаритные размеры которые необходимо учитывать при проектировании размеры фланцев присоединительных размеры валов и так далее чтобы конкретный тип двигателя подходил конкретный механизм под конкретные задачи вот также необходимо обратить внимание на степень защиты IP есть специальное решение IP67 для кабелей двигателей для силового или линкоберного это специализированные разъемы как бы они аналогичны как применяет допустим тот же самый сименс вот они такого ярко-оранжевого цвета это силовые ярко-зеленые кабели энкодеров также сейчас ДЭКОТ работает над двигателем для моторов с вмещенными силовыми энкодерами вам не надо будет прокладывать отдельно два кабеля это новое решение оно немного тоже появится упростит монтаж упростит подключение еще важный фактор это применение нео-энкодера мы наиболее эффективно двигатели могут работать на скорости вращения близкой к своему своей номинальной если будете использовать допустим трех двигателей у которого 3000 оборотов с вращением его вал допустим 10 10 оборотов но это неэффективно по графику по использованию его момента использованию его динамических характеристик в этом случае лучше наверное дополнительно взять понижающий редуктор с каким-то коэффициентом допустим 20 и так далее тогда можно взять маленький двигатель который будет вращаться в диапазоне скоростей близких к своему номиналу и на выходе вы получите маленькую скорость соответственно значительный момент так вы сможете сэкономить и энергозапраты по разрешению энкодера если мы рассматриваем здесь серию ASDA A2 то у нас 20-митный энкодер его как бы точность может с легкостью дать точность позиционирования меньше одного микрона одно десятитысячное миллиметр это будет всего лишь там сто тысяч делений наоборот при условии что у вас шаг ШВП 10 миллиметров для решения практических любых задач это больше чем необходимо немного отойду в сторону по энкодерам Delta выпустила новую линейку приводов ASDA A3 ASDA B3 в которых энкодеры используются 24-битные ну что такое 20-бит 24-бит либо 17-бит в серии B2 это энкодеры цифровые да они общаются с сервоусилителями по цифровой шине это не количество рисок в энкодере фактически да это вот то какая шина по какой шине считываются положение вала двигателя на самом деле эта величина скажем так 17-20-бит 24-бит она напрямую влияет на то насколько плавно будет позиционироваться двигатель соответственно с большим разрешением энкодера у нас больше отсчетов будет для понимания сервоусилителя в каком месте находится вау двигателя чтобы более плавно следовать необходимой траектории движения это показывает на что влияет разрешение энкода на более точное следование кривой задания у нас получится более маленькая ступенька не такая ломаная траектория это помогает снизить акустические шумы серво двигателя помогает улучшить стабильность на низкой скорости когда мы медленно перемещаемся у нас при приращение скорости маленькая как бы сглаживаются ступеньки секунду дельта есть также специальное ПО которое называется мсайзинг которое может помогать в расчетах момента инерции системы как бы но там как бы он не охватывает весь спектр задач которые могут быть да какие-то наиболее часто применяемые задачи формы механизмов может помочь рассчитать у нас есть выбор типов движения с графиками есть набор параметров характеристик которые описывают каждый конкретный тип механизмов если же у нас какие-то значения в вашем конкретном случае не используются мы их оставляем просто нулевыми чтобы они не мешали расчетам заполняем табличку жмем как прикурить получаем двигатель сейчас я покажу наглядно как это выглядит сайзинг можно вызвать если например запустить либо установить отдельно есть отдельно устанавливается либо запустить асда софт можно даже в оффлайн режиме подключить сервоусилитель мы к нему перейдем немного позже вот асда софт пятой версии вы его можете скачать либо с сайта дельты либо он у нас есть на сайте вертес в разделе продукты сервопривода это для настройки параметрирования сервоприводов для настройки сайзинг соответственно у нас есть допустим передача с помощью двигателя крутящего момента через какую-то редукцию на какой-то виншевп виншевп перемещает каретку на которой установлен какая-то нагрузка такая задача может быть смотря на задачи перемещения с помощью рейки также есть какая-то редукция для которой считается момент инерции есть механизм есть длина механизма есть масса полезной нагрузки которую мы должны считать учитывать в расчетах по максимуму есть параметры механические диаметр вала приводного и так далее но это все необходимо для расчета в момента инерции механизма еще есть вариант подачи через волки вариант привода в движение какого-то подвижного поворотного стола с какой-то полезной нагрузкой например поворотный ствол станка щипу вариант привода колесного ременного ременной передачи есть диаметр колес еще вариант конвейера это тот который был в презентации рассмотрен диаметры приводных валов значение редукции мы можем на картинка интерактивная можем нажимая на какие-то участки появляется дополнительное окно которое позволяет помогает рассчитывать допустим момент инерции редукции просто какого-то вала вы задаете массу диаметр получаете насчет величины инерции пустотелые трубы конуса редукции передач в правом окне у нас первая закладка это вот параметры которые характеризуют нашу систему редукция скорости силы действующие дополнительные заполняем соответствие как бы с нашими исходными данными нашей диаграммой работы учитываем время разгона торможения двигателя жмем конкурит получаем расчет и графическое отображение как бы вот скорости график скорости времени для описанной задачи здесь в первой закладке можно посмотреть по каким формулам считаются мы их рассматривали немного раньше потом идет перебор по типам двигателей в итоге мы получаем список двигателей которые можно использовать вот наши конкретные задачи так после мы определились с типом двигателя выбрали проверили что он нам полностью подходит в соответствии с его характеристиками для решения конкретной поставленной задачи собрали механизм подключили двигатель нам необходимо произвести его настройку давайте сейчас вкратце пробежимся по презентации как же все-таки настраивать сервопривода это актуально для линейки А2 Б2 АСД М если смотреть немного в будущее в перспективе сейчас Дельта выпустила линейку приводов А3 Б3 соответственно там необходимо использовать новое ПО немного поменялись методики настройки об этом мы вам расскажем в другой презентации сейчас это информация которая будет дальше она актуальна для линейки именно приводов А2 и Б2 общественности тут это в этой презентации как бы собраны основные моменты на которые необходимо обращать внимание выделено несколько групп параметров для простоты настройки под необходимые под решение необходимых технологических задач это довольно старая ревизия уже больше 11 года до сих пор эта информация полностью актуальна для настройки приводов серии А2 Б2 наиболее важным в настройке сервоприводов это является определением все-таки отношений моментов инерции нагрузки к инерции ротора двигателя нагрузка подразумевает тот механизм который приводится в движение с помощью двигателя есть довольно простой алгоритм который сначала мы выполняем несколько четыре общих шага для различных типов задач это управление положением управление скоростью и управление моментом потом переходим в настройки тоннель рекомендации наиболее необходимых настройки наиболее необходимых параметров в каждом из режимов работы сервоусилителя есть справочник по страницам как можно быстрее найти какой-то раздел наши сервоусилители сервоусилители могут работать в 16 режимах и большинство управление положением управление положением либо использование пр функций режим скорости режим момента нулевой скорости нулевого момента но это наиболее как бы важные режимы работы они не могут дополнительно быть либо совмещенные либо управление CANOPEN DMCNET EtherCAD это вот тоже фактически в этой группе либо смешанные режимы работы более детально вы можете ознакомиться в инструкции пользователя по режимам давайте я наверное параллельно наверное запущу тут у нас есть программа из DASOFT мы уже запустили там подключены к нашему двигателю он включен USB шнурком сделаю крупнее к разиму см3 вот мы подключены напрямую USB второй кабель это подключен мы подключены контроллера для управления приводом посредством канатом об этом немного давайте еще еще раз покажу как все таки подключиться когда мы запускаем SD-SOFT у нас появляется вот такое меню мы можем работать с параметрами как во фонном режиме для ручного изменения параметров например посчитать какие они могут быть для данного типа двигателя можем настроить электронный кулачок либо же перейти в онлайн мы выбираем какой тип двигателя SD-SOFT метод поддерживает привода серии A2 B2 M A2 R A2 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 шпиндельный и подгруппу по букле необходимо выбрать затем мы видим какой комфорт используется здесь AutoDetect сжать не надо он определился если же мы не находим здесь через какой комфорт мы подключены мы можем перейти в ручные настройки если мы используем допустим разъем CM3 поставить галочку выбрать здесь необходимый порт компьютером можем посмотреть в свойствах системы номер станции скорость протокол скорость она должна соответствовать протокол третьей группе нажать окей но поскольку у нас подключена напрямую через USB и определился привод мы нажимаем окей относительно скорости типа протокола номера станции сейчас кто-то здесь есть еще дополнительный процедур подключение окей мы подключились мы в оффлайн онлайне параметры сочетали параметры вот у нас в параметре 0301 скорость 38400 то то если бы мы использовали подключение через CN3 нам надо проверять вот это значение что это Субтитры сделал DimaTorzok С помощью клавиш на самом сервоприводе мы можем считать эти значения 203 Соответственно скорость 38400 Можем изменить, записать, либо изменить кнопками на самом сервоусилителе Это в том случае если мы не сможем по каким-то причинам подключиться сразу Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вернемся Все настройки параметров удобнее выполнять Подключившись ноутбуком, чем перебирать с кнопок по очереди Это отнимает все-таки больше времени при настройке Графически на экране проще это делать Здесь есть специальный мастер, который позволяет выполнять первоначальные настройки Тут мы выбираем необходимый режим Сразу появляются преднастроенные значения для входов, выходов Если нас не устраивает, мы можем их оперативно изменить Либо отключить, либо переписывать Если мы не используем эти значения или эти входы То же самое и относительно выходов Они все свободно программируемые Вы можете задать для них любое действие из списка Притом они могут быть как нормально открытыми, нормально закрытыми После того как мы настроили входы, переходим К заданию дополнительных параметров Общих заданий В итоге, когда мы настроили все параметры Мы нажимаем записать в серву Желательно после записи выполнить перезагрузку сервоусилителя Чтобы посредством отключения питания От следующего включения Чтобы все параметры вступили в силу Давайте вернемся к нашим слайдам Мы можем все входы-выходы менять произвольно Как нам будет удобно Чтобы для решения наших технологических задач Скажем так После того как мы настроили все входы-выходы Нам необходимо Перейти к определению отношения моментов Инерции нагрузки к инерции ротора Нагрузка это подразумевает какой-то механизм У нас который приводится в действие двигателя А ротор внутри синий выделен За это отмечают параметр 1.37 Тут-то здесь процедура Давайте сейчас будем пробовать Итак Мы сделаемrisку В절ки Объясним Теперь это бдет Дальше Все Вдох 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 Продолжение следует... 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 А здесь мы видим, что... Мы можем перейти в настройки... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть... Есть осциограф... Мы можем отображать... Четыре канала... Четыре канала... Продолжение следует... 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 Сейчас. Продолжение следует... 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 То есть я правильно понимаю, методика такая, то есть на реальном работающем механизме, то есть задать положение и погонять с помощью вот этой программы в разных режимах посмотреть. Сейчас он мягенький. Понятно, замечательно. Тоже разные механизмы есть и может быть это полезно, то есть уменьшать жесткость системы. Ну вот тут-то, допустим, если это в полок часу, то у нас система должна быть максимально жесткой, чтобы максимально точно следовать траектории движения. Это понятно, что у нас в частности полоса, если поставим еще, допустим. Ну да, полоса пропускания, чем меньше пропускания, тем он мягче. Пересчитаем, он становится еще. Ну да, будет, как большая проживая. Эти значения надо подбирать как-то, управляясь на то, что все-таки мы хотим получить от механизма, как он должен перемещаться, позиционироваться. Необходимо ли нам поведение его как пружина, либо мы должны максимально жестко следовать траектории. Также мы можем вручную, чтобы менять дополнительные значения при необходимости. Ну, конечно, удобно, когда менять три значения, которые потом в результате десяток пересчитывают, чем каждая из них, в общем-то, действительно оперировать полосой пропускания системы. Чем более широкополосная система, тем более она высокочастотная, тем быстрее она отрабатывает все возмущения, тем более она жесткая. То есть малейшие изменения, то есть они приводят к работе системы обратной связи. Если полоса пропускания маленькая, то пока через этот фильтр пройдет возмущение, соответственно, система будет действительно работать как пружинка. Ну, в общем-то, в принципе, понятно. То есть общая рекомендация, я правильно понимаю, то есть мы берем все-таки с помощью вот этого автогейн-тюни, тюнинг по автоматической застройке коэффициентного усиления внутренних регуляторов. Мы подключаем реальный механизм и реальные позиции, диапазон работы по позициям привода и добиваемся нормальной работы, то есть убеждаемся, что никаких алармов не выскакивает. Ну, в первую очередь, да, мы можем дополнительно проконтролировать, кроме алармов, включить все-таки ослограф, проконтролировать ток двигателя, момент двигателя, выбрать отображение. Ну, не обязательно в вампирах, просто в процентах величину тока, чтобы оценить, не находим ли мы за границей номинального тока, либо номинального момента двигателя в нашей задаче. Почему у нас может увеличиваться момент, если наши характеристики разгона торможения будут очень коротким, время разгона торможения будет очень коротким и не будет использоваться эскривая сглаживание. То есть, у нас есть приходит сигнал задания, допустим, мы стоим на месте, загнаться до 3000 оборотов, а мы знаем, что двигатель у нас может за 7 миллисекунд развить эту скорость. Вопрос задали, можно для удержания вала на позиции использовать серво-встроенным электромагнитным тормозом, потому что все-таки это дополнительная нагрузка на двигатель в холостом режиме по сути. Ну, с тормозом, да, но там же нюансы, он, во-первых, дороже, который с тормозом. Ну, а процедура какая? Если мы находимся в удержании, мы не имеем права накладывать внешний тормоз. Что-что? Если серво-вливитель находится в удержании, мы не имеем права накладывать блок, тормоз и не отключать удержание. Да, просто, ну, все-таки, вау двигатели совершают какие-то колебания, да, и поскольку у нас там 20-битный энкодер, он хоть на один или два деления все-таки вот какую-то девиацию имеет, да, тормоз не позволит ему вообще вращаться. То есть нужно, тормоз мы накладываем только в состоянии серво-офф, правильно, да? Да, там есть вариант, когда мы накладываем тормоз в режиме удержания позиций, но это определенный режим работы серво-системы, да, когда сервопривод говорит, что я остановился, сейчас можно наложить тормоз, вот, это специальная процедура, после этого серво-вливитель от серво-вусилителя отключается, понимаете, когда нет, двигатель, только в этом случае. Ну, в принципе, в принципе, понятно, но здесь вопрос такой, целесообразность, когда целесообразно, целесообразно, я так понял, вопрос так звучит, а когда, в каких случаях целесообразно применять серво-двигатель с тормозом, а не использовать просто удержание момента, как и в одном положении, так сказать. Задачи разные, например, ну, из моей практики, если это станок к щеку, ось Z, она тяжелая, тормоз нам нужен только на то время, если тормоз нам необходим, только на то время, когда станок не работает. Только когда станок не работает, да? Да, наверное, чтобы не стяжала, как бы, ось со своей позиции, это один вариант использования тормоза. Ну, если у нас нет противоресов, и, как бы, сама, по-моему, Z будет сижать вниз и будет удерживаться под двигателем, тогда и сего усилителя. Это один вариант использования тормоза, да, вот, внешнего. Второй вариант применения тормоза, например, на поворотную установочную оси, когда мы повернули на какой-то угол, остановились, потом следующий поворот у нас будет, допустим, через полу. Ну, если долго, продолжительное время проходит между какими-то движениями. Да, да, да. Первый вопрос еще в том, что тормоз же мы теряем в динамике, потому что, как мы поняли, у нас есть определенная циклограмма наложения тормоза. Ну, да, плюс тормоз – это все-таки механическая система, где есть там тормозные колодки и так далее. Ну, у него все-таки… Ну, да, он потребляет какой-то ток, этот серводвигатель, когда он стоит, а просто стоит, никуда не движется. То есть, ну, как бы там работы он там сильно не совершает. Может, чуть-чуть греться будет. Так. О, еще Сергей Овчаренко подключился. Я тебе… Хочешь что-то сказать? Я тебе включил микрофон. Сергей? Ладно, ладно, ладно. Продолжай тогда, да? Хорошо. Я хочу прокомментировать. Тормоз можно использовать в том, как в статистическом положении. Вот, неизначен для обжения. Сергей, тебя очень плохо слышно. У тебя плохой интернет, похоже, что-то там такое. Или машина тормозит. Тебя прерывается… Нет, это не интернет плохой. Это трансляция через… И через браузер. А, вот так вот, я понял, да. Ну, так повтори, что ты хотел сказать по поводу тормоза. А по поводу тормоза я хотел заметить, что тормоз в динамике никогда не используется. Он используется только в статическом состоянии. Привод, да. Привод. Привод. Окей, хорошо. Хорошо, понятно. Да. Слушай, какие-то там такие операции, переходы из транспортного положения, они… Ну, понятно. В общем, я думаю, что все понятно. Можно дальше идти дальше. Сейчас, секунду. Тут-то, после того, как мы выполнили эту процедуру, несколько раз у нас отношение момента в инерции, как бы здесь не меняется, стабильное, да. Можем увеличить там немного скорость, записать новые значения, при этом позиции мы не меняем. Да, еще раз. Выполнили перемещение. Не забываем, что нагрузка у нас должна быть максимальным механизмом. При этом для правильного определения отношения момента в инерции. То-то, если это конвейер, то он должен быть наполнен продукцией, да, ну, при этом. Чтобы был выполнен правильный расчет. Если нас устраивает, как перемещается двигатель, нет посторонних шумов, мы следуем правильно в траектории, у нас правильная жесткость системы, он не перелетает в позиции. Вот чем чревата, ну, вот, неправильная настройка. Допустим, если мы при движении будем перелетать в позицию задания, да, мы можем случайно налететь механически на преграду, на крайнюю точку, чтобы сломать. Поэтому надо особое внимание обращать на правильность перерегулирования. Об этом более подробно по коэффициентам перерегулятора можно посчитать либо в полной инструкции по эксплуатации на сервопривод, либо же... Я вам сейчас... Секунду. 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 Есть, кроме русскоязычной пили, презентации, которую я вам показывал, есть оригинальная, она углоязычная, которая была... Дописала немного раньше, и здесь уделяется немного больше внимания именно... Настройки характеристик сглаживания, фильтров, борьба с паразитными вибрациями. Более, как бы, полная вписана процедура, настройки, фильтров, регуляторы. Можно воспользоваться с вами. Вот это я наставку. Все это есть также и... Ну, в общем, ланады, да, ну, здесь более красочно показано, потому что, при том, вот эти графики мы можем построить в самой программе и видеть сигнал задания, видеть величину перерегулирования. Само-социография. Попытаюсь это показать вам. А что значит режим 32 бита, не 32 бита? Это что за режимы? Это... Обычно 16-битная... Ну, вот эта шкала вертикальная, да, если мы не включаем 30-битное отображение, у нас наш 20-битный энкод, он два раза рисуется на экране, неправильно... А, я понял, да. Неудобно читается... Сейчас, секунду. Неудобно читается... Короче, похоже, программа была старая, для 16-битных энкодеров, энкодеры стали 20-битными и больше. Ну, фактически... Не помещается по вертикали в 16-битное отображение кода. Нет. Она была старая, она была старая, она была старая. Да? Ну, во-первых, Так, я на минуту отключу трансляцию, по-моему, в программу чуть-чуть, на пару минут, не могу, может быть, мешает отображению, просто проверю, в чем дело, отключусь через несколько минут. Да ладно, Сергей, то есть, ну, в принципе, понятно, давай дальше, то есть, осциллограф вам понятно, то есть, ну, он рабочий, и с ним все понятно, просто потому что у тебя там куча камер навешанных, поэтому видно. Ну, я просто хотел показать, как нужно построить именно вот эти вот графики, анализированные. Хорошо, верим на слово, что если у нас не будет камеры, и там не будет идти там вещания тебе сейчас там на аудиторию, то есть, то все это будет работать. То есть, соответственно, вы можете вот опираться дальше на вот этот манал, в котором сказано, что необходимо сделать там с параметрами, чтобы улучшить форму приближения к траектории необходимой, соответственно. Как бы это, ну, это классический, как бы, подход, ну, настройки под регулятор, если кто-то не его взял раньше. Важный момент, все-таки важный момент. При настройке параметров усилителя необходимо обратить на коэффициенты сглаживания, привод на S-коэффициенты сглаживания. Почему? Если они будут маленькие, очень маленькие, да, отработка, задание, допустим, выхода на полторы тысячи оборотов двигателя будет происходить максимально быстро, у вас какая-то большая масса, у нас будет, может двигатель выйти, серопривод может выйти в аварию по перегрузу. Почему так? Чтобы быстро переместить какую-то большую массу, механизм, необходимо заманить промежуток времени, необходимо приложить очень большое усилие. Да, двигатели, может быть, не способны на это. Для того, чтобы понимать, что происходит сиро, достаточно знать второй закон Ньютона, что сила равняется масса на ускорение, и поэтому если у нас привод с ускорением, у нас все нормально, привод очень быстрый. В принципе, для того, чтобы перемещать массу, сила может достигать очень больших значений, потому что если он еще и сильный, этот привод, то можно и валы сорвать, скажем так, и все что угодно сделать, потому что вы видите, как он себя ведет. Он, когда приходит в режим самовозбуждения, начинает достаточно в ударном таком режиме работать, в общем-то, поэтому настройка серопривода, это все-таки не шаговый двигатель, тут такая теория автоматического управления, ТАУ, с обратными, с упреждающими обратными связями, с обычными обратными связями, с фильтрами всевозможными. Если нарисовать блок-схему каждого канала, там она достаточно сложная. На другой стороне можно оптимально настроить, но когда мы боремся за точность и за два противоположных цели пытаемся достигнуть, это скорость и точность, идеальное следование траектории, которые задаем. Для этого нужны все эти настройки. Если у вас задача там попроще, можно, конечно, плюнуть, поставить полосу поменьше, чтобы он мягко работал, вытягивал и ничего этого не будет уже просто в предыдущей настройке. А если вы поставите широкую полосу, забудете про S-кривую и нарисуете там вот эти все ухабы на траектории движения, то привод будет честно следовать всем этим ухабам, пытаться повторять все эти резкие изменения скорости. Хотя для всех резких, опять по закону того же самого Ньютона, то есть это не чревато в этих точках приложением больших сил. Но вот эти все удары никому не нужны поучки на механическую систему. Где-то так. Ну да. Вот. И после того, как мы выполнили, ну вот эту настройку у нас все устраивает, да, ну, поинвентивно можно считать, что мы справились с настройкой сероусилителя. Так же желательно после всей процедуры не забывать обновить параметры, перечитать и сохранить их для себя. проектные настроенные значения. Кроме того, в этой программе, ну, можно выполнять настройку электронного кулачка с различными задачами. Ну а скажи, пожалуйста, ECAM это только ASDA A2? В B2 ECAM нету? В B2 ECAM нету. ECAM есть в ASDA A3. Ну, A2 A3, понятно. Это электронный кулачок, где мы можем создавать виртуальный кулачок, нелинейная взаимосвязь между двумя осями, по сути дела. Причем любая, которая даже физически может не реализовываться. Кстати, хочу заметить, если вот после, когда вы запускаете расчет электронного кулачка, нажимаете крейт, у вас не строится график. Скорее всего, у вас в системных настройках разделитель, запятая, подняете на точку. Ну, понятно, да. Об этом многие спотыкаются. Эта программа использует разделитель, именно точка. Если в системе будет неправильно, не будет считать просто. Да, это не бага, это фича, как говорится. Ну, было написано с расчетом на европейских потребителей. Скажи, пожалуйста, я смотрю, там написано «летучие ножницы». Вот мы к интересному подходим. Это все делается на электронных кулачках, вот эти все согласования скоростей? Да, это встроенные функции готовы. Тут-то у нас есть мастерочка, которая… Ну, это, грубо говоря, какие-нибудь там утюги, которые склеивают пленку или что-то режут, да. То есть, вот у нас есть, когда ничего не меняется, это относительная скорость, наверное, да. То есть, в общем-то, можем задать зону и время этой зоны, когда у нас, как бы, ничего не происходит, правильно? Да. Тут есть отдельно очень большая презентация с картинками по настройке… … … … … … … Что? А, ЕКАМА, ЕКАМА, да, я понял. Да. Не, я просто хочу понять, я просто хотел уточнить. То есть, электронный кулачок – это просто как нелинейная, скажем так, зависимость между двумя осями. С помощью электронного кулачка настраиваются все вот эти вот резалки, летучие ножницы, паяльники и так далее, которые делаются на лету. Или это есть отдельная функция, которая настраивает именно рез, кривую реза, там, управление ножами, утюгами, то есть, все паяльники… Ну, на самом деле, это комплексный подход, кроме самого электронного кулачка, у нас есть еще и ПР-функции… А, ПР, все понятно… ПР, дополнительная, да, и вот работа именно летучих ножниц, вот, задач, там, подклейки и так далее, они используют как и одни, так и вторые возможности. Почему? Электронный кулачок — это просто следование слоево, ну вот эта вот кривая верхняя, относительно перемещения, допустим, карьера мастером по какому-то закону, да, с ускорением, замедлением, как бы, с возвратом. Когда строится вот эта характеристика, у нас есть 720 регистров, в которые мы можем записать координаты расчетные для соответствия положения по, ну, относительно угла поворота. Ну, а дополнительно, чтобы использовать реверс, использовать функции компенсации, допустим, длины учета, срабатывания метки, мы должны дополнительно использовать первые функции, в которых мы будем описывать, что при срабатывании, допустим, триггера, прерывания по дискретному входу у нас будет подключаться какой-то регистр, который будет отрабатывать какие-то дополнительные функции, либо переход на выполнение определенной части программы, либо запись каких-то значений. Ну, да, функция – это своеобразный ассемблер, когда у нас тут регистр, один регистр – указатель, другой регистр – начальная позиция, конечная позиция, когда позиционирование выполняется. Это отдельный вид спорта. Я еще хотел уточнить, ну, вот мы, то есть, как бы там порассмотрели постройку момента инерции, вот реально коэффициентов, полосы пропускания системы и так далее. А я просто уезжал, то есть, как бы там сейчас приехал. А вот самое интересное, то есть, вот базовое, как управлять приводом? То есть, это что, пульс направления, это матбас, это open, can open, вот ты этого касался, этого момента вообще? Как им управлять? Нет, я этого не касался, но, по сути, мы можем использовать все вот эти вышеперечисленные варианты управления. Мы можем управлять, либо, если идет речь А2 и В2, это либо инфекционное управление, если это работа электронного плачка e-cam, то мы можем управлять приводом по внутреннему счетчику, который задает какая-то виртуальная оси, на которой будет совершать перемещение двигателей, ну, все выяснить, по какому-то графику, который мы построим с определенными таймингами. Либо мы можем управлять посредством подключения к разъему ЦН 5 дополнительного внешнего энкодера, либо подключения к мастер оси, которая будет задавать темп работы данного... Подожди, а вот такие вот базовые вещи, то есть, привод, сервопривод может работать в основных режимах, то есть, как бы, это управление положением, скоростью и моментом, правильно? Или там, как бы, там... Вопрос... Не, ну вот давай рассмотрим просто простое управление, то, что прекрасно стыкуется с нашими контроллерами дельтовскими, это импульсное управление, там, импульс направления. А если он работает, нам нужно куда-то перемещаться, у нас есть разгонные характеристики, тормозные характеристики, вот этот общий принцип построения такой системы. Потому что есть люди, которые работают с шаговыми двигателями, там нужно было рассчитывать каждый шаг и расстояние между этими шагами для того, чтобы формировать, как бы, траекторию движения, нужную нам, ну, стандартная трапециедальная, как бы, там, характеристика. Как здесь происходит, если мы... У нас есть, как бы, там, серво, у которого есть, вот, параметры, там, разгон, торможение. В общем, ты понял, о чем вопрос то есть? Что это получается от шагового двигателя? Ну, в сервоприводах, по два в частности, мы можем создать необходимую нам характеристику разгона, торможения, вот, которое будет, там, время разгона, сглаживание в начальных точках, в конечных точках, вот, это параметры, которые настраиваются непосредственно в самом приводе. Если мы при этом выбираем управление импульсное, то дополнительно... Ну, вот, а что такое один импульс? Это один импульс, это один шажочек какой-то, который мы где-то настраиваем, правильно? Как это понимать? У нас, вот, режим управления позицией, да, это вот... А покажи, какие там вообще режимы есть. Вот их с левой стороны. О, я... Весь список, тут большой, как мы можем выбирать необходимые нам. Ясно, ясно, хорошо, да. Ну, я об этом сколько говорил. У нас есть встроенный электронный редуктор, которым мы можем дополнительно задавать необходимые нам редукции относительно импульсов, которые приходят к нам снаружи. То есть сейчас... У нас 12 800 тымпульсов наоборот. Ну, вот с данной настройкой, да, мы можем пересчитать, переписать редукцию. Ну, тут-то у нас есть вход, да, он может быть либо скоростным, вот, высокоскоростные входы, да, либо низкоскоростные входы. Для того, чтобы серверодвигатель повернулся наоборот, нам надо там 13 000 тымпульсов подать на выход дискретный. При том мы можем поменять, ну, форму. Либо это будет B-сигнал, да, либо это будет там импульс и пульс направления. При этом характеристики сглаживания, да, они будут, ну, заданы, как показывал, раньше непосредственно в самом серверном усилителе. Ну, такой режим, он, наверное, все-таки немного неудобный для управления. Наверное, не раскрывает в полном объеме как бы всех возможностей сервера усилителя. Он может, ну, самостоятельно формировать общую характеристику разгона торможения. Если мы работаем в импульсном режиме, да, то как вы сдаёте импульсы на вход, так он и будет ехать. Сглаживание там будет прикило столько, как бы, снежных импульсов. Понятно. То есть это, по сути дела, то же самое, как шаговым двигателем. Да, это будет шаговый двигатель. То-то вы даете один импульс, он плавно разгоняется на этот импульс, переезжает и останавливается, да, на том диске. Вот, это будет шаговое перемещение. Здесь не... То-то всю рампу разгона торможения в случае именно импульсного управления вам необходимо строить самостоятельно во внешнем контроле. Понятно. В Матбасе же можно задать какое-то отдельное перемещение и толкнуть его по данной траектории он поедет. Вот в этом случае он будет полностью использовать весь функционал сглашивания разгона торможения и использовать полное, вот это вот, считать время для построения характеристикой движения. Это в А2 или в В2 то же самое? То же самое. Хорошо. Вопрос из зала по поводу того, будет ли показано, как подключить сервопривод к ПЛК Дельта по шине КЭМ, инструкции в ПЛК для управления по данной шине. В общем, пример работы привода с ПЛК. Если нет, то будет, если в планах сделать такой вебинар. Работа привода с ПЛК. Ну, в принципе, я здесь собрал, все подключил. Смотрите, сейчас у нас на сайте выложены примеры работы. Сейчас я покажу, как они выглядят. Видно? Да, да. Тут-то у нас это вот скачено с сайта. Есть... Прошу прощения. Примеры для 228-го, 332-й контроллер. Это ты имеешь в виду RTS-UA сайт, правильно? RTS-UA, да. Да, хорошо. То-то здесь есть программа, здесь есть... Гайды. Я вижу, то есть, вот только гайды. Краткая инструкция. То-то вот информация по настройке, предварительной настройке сервопривода, общие параметры по H&OP, ну, скажем так, основные. И можно запустить программу. Ну, я могу вкратце показать сейчас. Ну, дело в том, что это очень большая тема. Ну, можно. Синхронные шины вообще, то есть, как бы, там, можно было бы CanOpen и EtherCAT. У нас уже появилась, кстати, пришла, появилась в нашем складе коды SIS, контроллер с коды SIS, который управляет 16 осями по EtherCAT, который в виде PC-совместимой машины. Тут еще не успели даже распечатать. Можно было бы, конечно, сделать такую распаковку, что ли, может быть, захватить синхронные шины. Ну, я могу сейчас вкратце показать. Вот есть пример, он с комментариями. Можно посчитать, посмотреть, что происходит, опираясь на те документы, которые вложены в этот архив, либо же скачав, ну, тоже работа с CanOpen описана в полной инструкции по эксплуатации на SDA2, да, и лежит у нас на сайте. Есть отдельный документ, вырезанный просто работа с, ну, в отдельный документ описана работа с CanOpen, да, вот, можно почитать. Идея какая? Запускаем программу. У меня сейчас, ну, я ее немного модифицировал, она была написана по 332-й контроллер, я в настройках изменил ПЛК на 228-й, поскольку у меня здесь именно в 228-й перекомпинировал проект, после этого мы запускаем hardware config, вот он есть, в конфиге, в моем случае, заходим во вкладочку коммуникации, указываем скорость обмена, ее мы должны прописать в сервуусилителе, указываем скипкой, но она, ну, какой протокол используется, после этого правой кнопкой по контроллеру переходим в кнопку киндер, в кнопку киндере нажимаем онлайн, сейчас запустить, запустить, у меня просто физически отключен, подключил контроллер, он говорит окей, юзи-порт он настраивается, соответственно, здесь, так, переходим в режим онлайн, нажимаем сканировать сеть, поскольку здесь сеть настроенная, как бы, вот он его определим для натурярности вот так не отвечает, он не отвечает, он не отвечает, потому что он физически не вплощен к сети, после того, как, я, мне не нужен привод, здесь первый номер это тот, который указан номер ноды в конфиге, для привода нумерация произвольная, я поставил два для примера, да, и, по-моему, примеры, которые у нас лежат, они именно под какой-нибудь расчетом были, ну, чтобы максимально сразу не переделывая, не корректируя программы, связываться и работать, здесь после того, что мы видим, что есть связь, когда мы находимся в волновом движении, мы можем допустим прочитать с помощью издового запросов, индекс 1000 это, по-моему, номер версии, тут у нас есть список параметров, всех параметров, да, появились, что у нас функционирует связь, после того, как у нас мы видим, что чтение запись происходит, да, мы записываем это в контроллер, он просто просит эти процедуры выполнять в режиме ПЛК-стоп, ну там кнопочку надо либо в стоп переводить, он не будет эти вопросы задавать, их здесь подтверждать, да, сохраняем, закрываем, сохраняем конфиг, переписываем в контроллер, да, здесь не волна режиме, иначе он тоже рога не будет, изначально, когда мы подключаем, настраиваем, тут есть кнопочка стан, мы можем посмотреть, если у нас какая-то периферия подключена, он может пойти дополнительное раскрытие, показать их в этом окне, после этого тоже сохраняемся, закрываем, переходим в саму программу, не уверен, что она сейчас запустится, я сбрасываю параметры в приводе, идея какая, допустим, в режиме скорости, разрешаем работу этого блока, для удобства отображения услечений в регистрах, просто если автоматом он в десятичной другой системе счисления показывает, как бы можно переключить на одинокровый, и постепенно идя по шагам, подсматривая в инструкцию, что подначают данные регистры, и что подначение мы в них записываем, как бы мы можем конфигурировать наш сервопривод, потом перейти в пункт допустим сервопон. Ну это мы все через SDOT им управляем, это сервис дата объект, да, клиент сервера. ПДО тоже рассматривается в других примерах, да, предварительная настройка через режим SDOT. Ну да, кемопен, для начала бы почитать, что такое ПДО, что такое SDOT, что такое DS 301, стандарт, в общем-то, конечно, наверное, стоит отдельную презентацию, просто, ну, в данном вебинаре мы хотели рассмотреть начало-начал, то, без чего все остальное, о всем основном говорить вообще бесполезно, и, к сожалению, наш сервис 90-80% сталкивается с тем, что заказчики не проходят самый-самый первый этап, а самый первый этап это выбор привода, это физика, это вот эти вот самые момент инерции, закон Ньютона для вращающейся системы отсчета, и первоначальная настройка вот этих всех приводов, потому что приходят, покупают привод, включают, выскакивает АЭЛ, там какая-то там ошибка, и говорят, он у вас не работает, в общем-то. Потом уже, когда вы выбрали привод, он у вас нормально тягает этот ваш механизм, то есть он настроен, у него приятный звук, плавное перемещение, все ходит, дальше уже можно уже думать дальше уже о логике, как этим всем в общем-то управлять. А цель вообще-то этого вебинара это все-таки избежать вот этих первоначальных ошибок и вот этих часто задаваемых вопросов, связанных с тем, что это все-таки серво, а не шаговый двигатель. Сейчас по идее нет. Ты прочитал из Дио, да? Не-не-не, это я в соответствии с писанием на этот пример, ну и для того, чтобы наш сервоп привод управлялся по КНОПНу, правильно сконтигурировал, надо сейчас перезагрузить. А, то есть, ты хочешь сказать, ты хочешь сейчас подсоединить наш сервопривод по КНОПНу? Ну, он у меня подключен, да, я вот сейчас пытаюсь исследовать инструкции, КНОПН завелся, да. Сейчас. не уверен, что сразу сейчас все пойдет с этим примером, что-то не дочитать. должна быть должна быть какая-то теоретическая часть вначале, чтобы все это было эффективно и выкладывалось в голове. В общем-то, то есть, протокол интересный очень, то есть, дельты, он очень хорошо поддержан везде и часто идет по умолчанию в контроллерах, защищенный, безопасный, там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, наверное, имеет смысл его, конечно, использовать, потому что не надо никаких, он гораздо дешевле, чем из Аркад, то есть, он практически часто бесплатный, если вас устраивает время синхронизации между осями, количество осей, которое обеспечивает КНОПН, то почему бы его не использовать, тем более, он уже как бы есть. Так, сервоприводы и пища дельты можно переводить? У нас была предыдущая планируется ли сервоприводы и пища дельты переводить на Ethernet IP, то они уже переведены, это была предыдущая презентация, там вот есть запись вебинара, там я, как бы, касался Ethernet IP, это, ну, как бы, сейчас, то это, как бы, там магистральное направление, вот сервопривода, я не знаю, что там с Ethernet IP, может, ты подскажешь, в общем-то, по поводу, там, контроллеров и ПЧ, дельты, то там уже, как бы, там все хорошо с Ethernet IP. Ну, да, Ethernet IP есть, сейчас даже еще выпустил для новой линейки и Bluetooth-модули, которые уже можно использовать в последнем вот этом конфигураторе, если его запустить по умолчанию без контроллера, он будет проситься подключиться к без выбора контроллера первоначальному он будет проситься подключиться к периферии и посредством Bluetooth-модули. Да. Понятно. Ну, Ethernet IP это стратегическое направление дельты на самом на самом деле. И тут не только потому, что они хотят быть совместимым с Алан Брэдли, а потому что это сеть реального времени и недорогая сеть реального времени. Более того, Дельта официальный мембер, член ODA вот этой ассоциации, которая следит за этим стандартом, его разработала, и это гарантирует то, что полностью продукты дельты совместимы со всем остальным миром. любые продукты Ethernet IP, они друг с другом совместимы, потому что там очень жестко следит эта ассоциация. То есть тут Ethernet IP как бы все хорошо, это сеть реального времени для ПОК, для всего остального, там много очень есть позитивных плюшек Ethernet IP, это отдельная презентация Ethernet IP. Bluetooth Gateway. Вот такой модуль даже. А что это за модуль? Bluetooth модуль. Bluetooth модуль это для чего? для настройки параметрирования периферий контроллеров. Еще раз. То есть у него шлюз на борту там есть 485 232 вот. подключаем, устанавливаем шкаф рядом с контроллерами допустим либо там частотник и вот сноубок подбрасываем подбрасываем к нему ставим этот Bluetooth модуль подсоединяем к нему там разные интерфейсы то есть последовательный Modbus там и все такое и все и ставим его в шкафу а дальше чтобы не тернуть провода то есть мы подключили всю систему и ноутбуком потом подключаемся к любому протоколу правильно поднимаем наконец да у Дельты так быстро все появляется честно говоря в общем-то как бы понятно то есть может быть кому-то еще какие-то какие-то вопросы будут сейчас попробуем попробуем как бы может кто-то что-то хотел сказать скажи не знаю как здесь или какие-то вопросы задать я не знаю у тебя так вот еще говорит по поводу кабель энкодер энкодерные эти кольца помехи и так далее вот это часто часто тоже один из частых таких проблем проблема которая возникает ну о том я говорил во первом вебинаре это то что не без как бы там особого почтения относится к моторным кабелям потому что все-таки это частотный преобразователь и там идет шим и вот этот кабель который соединяет серво с часто с сервоусилителем он на самом деле хоть он и как бы экранированный но все равно он как бы подвержен сам по себе хороший источник помех и во-первых не надо его как угодно класть рядом со всеми другими кабелями лучше его положить отдельно в отдельном трее или по крайней мере не рядом с входами если невозможно хотя бы под 90 градусов чтобы они пересекались ну и как бы для борьбы с помехами там вот эти вот как бы там кольца ферритовые да у дельта есть да об этом в инструкции на сервоусилитель есть сейчас очень очень много об этом сейчас секунду очень много об этом сказано секунду ну да потому что импульсовые входы они высокочастотные то есть ну кроме всего прочего дельта же сейчас готовится к выпуску решения кабеля для сервоусилителя совмещенного силового энкодерного вот как Сименс по-моему использует такое решение да через один общий разъем и тогда ну совершить какие-то ошибки в монтаже ну они будут сведены к минимуму в основном ну по поводу колец там действительно в инструкции в инструкции это все есть там проблема проблема в чем дело в том что входы привода становятся все быстрее и быстрее то есть фронты все круче и круче соответственно полоса все выше и выше и мы не можем там фильтрами как-то избавиться от помех потому что счетный вход должен воспринимать высокие частоты и соответственно как бы в том числе в этом же диапазоне находятся и все вот эти вот помехи от шим широтной и бочной модуляции модулей gbt которые находятся внутри сервоусилителя и поэтому как минимум надо все-таки часто иногда приходишь даже просто заземления нету вообще нигде вот просто как-то оно собрано и забывает про землю забывает про экранировку по подсоединению экранировки в общем-то по цене при координировке к земле и потом вот оно все не работает выскакивают хаотично какие-то ошибки прилетела помеха привод пытается ее отработать эту помеху куда-то дергается со страшной скоростью там как бы опять же там выбивает по ошибке по превышению тока только потому что хотя никакого превышения тока не было была ложная команда какого-то там позиционирования неизвестно куда неизвестно с какой скоростью из-за помехи то есть поэтому если не выполнять требования по рекомендарной совместимости самой там базовой которой в инструкции там много чего вот эти все кольца и все остальное это тоже на самом деле на самом деле ничего хорошего не будет еще вопрос был по одни не попривался сколько максимально подключить ПЛК 228-му 332-му управление управлять импульс направления к примеру если человек не имеет кэна задачу надо решить или в таком случае использовать аэш серии просто не видел в линейке аэс фдо ну это вот посмотрите пожалуйста если там вот предыдущий вебинар там есть на страничке фейсбук там описание по-моему там разные способы поддержки есть этих самых осей значит по поводу я уже не помню 13 по-моему да все подобное если это трехсотая серия контроллеров в индексном режиме с готовыми инструкциями до 6 сей нет можно подключить и больше можно подключить сей 12 но есть ограничения получается чем я столкнулся в реальной жизни при подключении приводов если использовать направление не как выход по умолчанию стандартной инструкции а выход с дополнительного блока перед командой запуска импульса нужно ставить амир в одну миллисекунду иначе будет привод работать как угодно и не так как надо ну так об этом было сказано что если вы используете не предустановленные дельтой как бы инструкции то вам надо самостоятельно следить за тайными тренированиями написания кода здесь тоже инструкции одно сказано что там можно в некоторых инструкциях если вы не используете выход направления по умолчанию есть инструкции которые меняют там SR под каждый выход но они не работают не всегда работают поэтому нужно вручную прописывать таймера на задержку включения и в приводе сейчас я не готов прокомментировать потому что я не видел ваш код если вы мне пришлете вот кусок кода который по вашему работает есть просто один момент в инструкции на 1 апреля SDB2 там есть описание как он работает в импульсном режиме когда импульс и направление так вот импульс в режим включения направления нужно включать на 5 миллисекунд раньше или на 20 там что-то на 20 микросекунд по-моему раньше чем импульс движения поэтому приходится ставить таймера это в том случае если не используют выходы по умолчанию сейчас подождите я хочу сказать о другом что ты-то регулярно пишет какие-то обновления инструкций готовит и выпускает новые прошивки да обсуждать какой-то вопрос не понимая какой непосредственно документ Дельфовский какой ревизии вы прочитали использовали какой тип контроллера с какой прошивкой я не готов если вы мне пришлете ссылку на конкретную инструкцию на конкретный серийный номер с конкретной прошивкой я смогу прокомментировать читая допустим инструкцию по одной ревизии прошивки и говорить что она не работает с другим приводом я не готов сейчас прокомментировать просто если я к чему если не использовать привод выход направления по умолчанию то есть ограничиться только шестью приводами все инструкции работают в основном надо уже ставить имена и в B2 в инструкции привода там есть описание значит ну смотрите действительно значит смотрите секунду я сейчас расшарю свой экран попытаюсь попытаюсь его расшарить одну секундочку сейчас так сейчас секундочку так 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 есть видно да значит это презентация это презентация дельты по поводу того сколько они сколько осей они поддерживают с помощью импульсов действительно это ну это как бы там презентация это скажем так дата-шит он поддерживает шесть осей 200 кГц с помощью инструкции или 12 осей с помощью программирования и вот вы правильно говорите то есть вот эти инструкции они работают только для шести осей это ограничение этого контроллера если вы хотите получить больше то тогда вам вот эти инструкции ну как бы там их не хватает просто-напросто их можно использовать но команду дир команду направления нужно включать раньше и вот если взять инструкцию сервопривод сдп2 руководства пользователя на странице 104 там где расписана инкурсная диаграмма и там есть время включения инкурса направления это надо учитывать просто к тем кто смотрит данный вебинар уже такое дополнение не я понял но вот это дельта как бы пытается говорить что 6 работает как бы по умолчанию больше больше там надо как они говорили прикладывать чуть больше усилить но спецификации написано как бы вот так вот 6 6 12 6 комфортно 12 с всякими там этими самыми ухищрениями даже то что комфортно оно имеет целый ряд ограничений удобнее использовать я уже больше мне уже 7 применяется данный момент поэтому что что применяется уже 7 приводов на трех холдом контроллере вот это то что я говорю это то чем я столкнулся пришлось решать проблемы я понял я понял так что 12 реально подключить 12 приводов не будут работать немножко надо повозиться да так это дельта и говорит это был предыдущий вебинар по этому поводу по поводу 12 6 12 осей это дельта так и заявляет ну и кстати второй момент как бы дельта говорит что если у вас до 4 оси то это импульс направления пульс direction то есть в общем-то а если больше все-таки рассмотреть действительно может быть вам имеет смысл работать с пеном то есть вообще с какой-то синхронной шиной управления движением более удобно будет если там уже 7 приводов больше наверное да по поводу Ethernet IP то есть это вот я так видно да это это вот я ну вот что по поводу Ethernet IP то вот в прошлой презентации это все было ну вот что такое ДВА не одноадресное многоадресное соединение не явные сообщения это то что она полностью синхронная шина у них сравнивается она с Макбасом ну и кроме того дельта делает ставку на это все дело потому что 3 миллисекунды всего время восстановления кольца по Ethernet IP то есть это как каждый плк вендор себя уважающий он должен иметь сеть реального времени вот у дельты это место заняла сеть Ethernet IP как бы да и она поддерживается везде например такая фича когда у вас сгорел частотник вы его отключаете подключаете новый и все параметры по Ethernet IP они из бэкапа восстанавливаются из бэкап параметров тоже как бы делается через сеть Ethernet IP это вот серия 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 MS как бы новая то есть в принципе это флагманское такое направление не флагманское стратегическое направление дельты по поводу Ethernet IP есть отдельная презентация по Ethernet IP более подробная там можно как бы по ней по ней посмотреть в общем-то но CanOpen еще что я хочу сказать по поводу CanOpen у нас было лет пять назад ой не пять наверное меньше все-таки все-таки четыре года когда только это все появлялось это было два дня у нас была только учеба которая была посвящена только приводу А2 и только в основном как бы там CanOpen приезжал дельтовский человек в общем-то мы организовали рабочие места у каждого на столе был привод была серва и выполняли как бы там задачи ну просто презентация презентациями когда вот мастер-класс реальный когда все-таки у вас на столе серва у вас на столе софтина все выполняют это автотестирование определение этого момента инерции эти привода скачут по столу и потом так вот постепенно у меня это не работает у меня это не работает и в конце концов тогда запустили этот как бы CanOpen и ну вот это вот реальная получается такая учеба по CanOpen но я хочу сказать что действительно реально протокол давно очень поддерживается Дельтой и масса ПЛК голов которые поддерживают CanOpen в общем-то по умолчанию особенно 330 300-200 серия новые АЭски то есть они как бы там все нормально с CanOpen в общем-то то есть ну а по поводу Дельта честно вот я просто помню вы говорите 6 осей работает больше надо помучаться ну так это честно было и сказано то есть как бы на самом деле ну то есть мы потому что во-первых только 6 скоростных таймеров есть в общем-то вот в 300-й серии Скоростной таймер это сколько на сколько он скоростной на сколько по-моему 500 кГц нет или сколько я уже не помню что АЭски 200 А? 200? да не ну если 324 МТ там 4 миггерцовые вообще ну они специально для обработки мкода на одном настройстве просто все остальное дороже вот сейчас все гонятся за модной шиной за эзеркатом а у бельты это одно из таких направлений но вот я не знаю насколько это будет иметь коммерческий успех на нашем рынке потому что ну вот мы только два дня буквально назад получили 16-й эзеркат это PC машина в котором крутится Windows IoT и крутится этот самый господи софт лоджик трес системы господи КДСИС крутится КДСИС и операционная система реального времени под КДСИС но все-таки он стоит денег все-таки если так у вас это КНОПН можно сказать бесплатно достается то эта штука это ну это PC машина она там под тысячу там евро там что-то такое то есть если не больше то есть она стоит для КНОПН с лицензией КДСИС КДСИС МОУШН там какая-то там лицензия и самое-самое маленькое количество которое она поддерживает 16 осей но привода Дельта и КНОПН Эзеркад поддерживают конечно то есть там конечно ограничений не будет там все как бы там проще как бы вот ну это то что касается то что касается оси КНОПН ну можно осваивать там кабель обычный там такой везде он есть по умолчанию в контроллерах хотите не хотите КНОПН у вас есть еще бы не используя просто количество когда когда начинается там просто даже проводов у вас слишком много будет когда 7 осей это 7 импульсов 7 направлений то есть это по каждому то есть просто вот эти высокочастотные входа они ловят помехи то есть их надо как-то внимательно прокладывать эти счетные входа и все-таки и так же кабель-энкодера это тоже вот надо читать инструкции вот это все все что там написано про коммунитную совместимость и пытаться все-таки выполнять что там написано вот такие дела ну даже на прошлом вебинаре говорили что канул там конечно хорошо но импульсные выходы остаются по-прежнему довольно-таки точной системы позиционированы да да действительно действительно и просто ситуация такая что в данном проекте которым я занимаюсь у меня используются три шаговых двигателя и четыре сервопривода нет вопросов нет конечно если шаговые двигатели там ну и вы видели наверное в прошлом семинаре если смотрели там пример был внедрение там тоже такой микс шаговых двигателей и сервоприводов у них как раз у Дельта показывала для для солнечных батарей для порезки кристаллов там у них такое решение было тоже сделано как раз в общем-то вот таким вот таким образом ну вот все-таки цель была этого вебинара все-таки показать самое начало без которого дальше двигаться нельзя потому что потом дальше начинаем лезть в дебри появляются хаотические ошибки какие-то вот эти аэлы начинают привозить привода сервисный центр мы новые со склада отдаем обратно получается то же самое результат вся ваша Дельта не работает и так далее и так далее очень часто не выполнен даже самый первый этап это выбор привода под нагрузку под станок под все остальное достаточно часто потому что как-то на глаз оценивают сколько там киловатт да вот там стоял там например когда-то стоял асинхронный двигатель такой мощности поставим серво а динамику от кого-то такое понятие как момент инерции это как ругательное слово и никто не хочет дальше об этом говорить ну а на самом деле ну тут это же все как бы те же самые амперы это те же та же самая мощность которая разворачивать таким образом вот но но придется к сожалению к сожалению только 6 осей то есть 12 осей 12 осей ну можно да с помощью программирования да а кстати Сергей там с помощью модулей расширения там же можно добавить есть отдельные модули для управления именно шаговыми двигателями ага для управления шаговыми двигателями у Дельты да ух ты это отдельное решение это вот дополнительный модуль подключаемый к контроллеру у которого есть свои быстрые входы-выходы ага я понял да пожалуйста там подключайте сколько влезет ну хорошо окей тогда есть для управления шаговыми двигателями отдельное решение в ДМС это вообще отдельный вид спорта это проприторная дельтовская сеть управления движением которая у них очень древняя но она очень шустрая много осей поддерживает она ЧПУ все дельтовские на ДМС и есть сервы которые на ДМС и плюс они наклепали туда кучу всякой периферии под ДМС об этом тоже и говорили и там достаточно взять одну панель с ДМС на борту в которой будет внутри встроенный ПЛК написать туда необходимую программу подключиться к модулям усоченным ДМС дельтовским все милое элегантное решение а те платки поставить рядом с дополнительными механизмами разбрасывать по периферии ну да только единственное что на базе проприторного дельтовского решения она недорогая по-моему это платка которая там в ДМС а что сверху чем сверху это же в ПС она вставляется нет там несколько решений на ДМС нет Дельтов предлагает в панели оператора а понятно если в панели оператора тогда да тогда действительно можно рассмотреть да действительно я вот тут с этими мьютами замучился я не помню я всех включил или отключил я пытался всех подключить так и окей отключен исчез сейчас пытаюсь мьют все сами себя заметили но в принципе как бы время уже как бы вышло если есть какие-то еще вопросы давайте попробуем обсудить или в чат пишите если вдруг не удалось мне кого-то там мьютить или может кто-то да да говорите да вот Евгений вроде бы что-то хотел сказать это у меня посторонняя сумма производственная ага я понял ну что ты ему все хотел сказать все вроде бы да ну пока да сейчас достаточно так спрашивают может быть если надо много осей то может быть нужен 10 mc контроллер ну это синхронные уже контроллеры которые там для много осей 10 mc но он тоже по цене он не дешевый сразу скажу вот этот 10 mc потом там следующая линейка а сейчас давайте разберемся что такое надо много осей да это 30 осей это 60 осей ну да то есть больше 6 больше 6 если больше 6 осей ну сейчас тут все-таки надо понимать какие технологические задачи мы выполняем потому что к этому надо подходить комплекс на самом деле да если мы хотим управлять допустим 12 осей или 30 осей в отдельных 4 или 6 группах со своей интерполяцией это одно решение если просто позиционирование там с не очень большими скоростями это другое решение более развернуто тут нельзя однозначно сказать что больше 6 осей 8 необходимо выполнить выполнить в итоге чтобы получить 12 есть ну к примеру бумажная линия с роликами голами где должны синхронизироваться скорости всего 32 приема сейчас скажу скажу прощество допустим машина флексопечати построена ну вот там для печати одного цвета может использоваться до 6 сервобреводов так при том стефектная машина плюс еще размок с рулоном аморка да дельта это предлагала строить она вот иногда пишет как бы рекомендации да и нефти выкладывает все это строилось на базе трехсотых контроллеров которые вот использовали либо кэн либо пульс ну с функционалом да необходимым а связь между контроллерами и поездов ну вообще синхронизация ну тебя хуже стало звук переключил ну ладно уже заканчиваем аж пятисотая ты имеешь ввиду то есть они рекомендали на аж пятисотый нет на трехсотом контроллере трехсотом контроллере и еще и дальше каждый контроллер каждому контроллеру они ставили один контроллер на одну группу оси которые выполняли технологический момент ну а тут если же просто синхронизировать оси ну я бы поставил один трехсотый контроллер связал бы двухсотый самый простой смотри смотри то есть ну уточняет Артур уточняет кстати я не знаю чего он не может говорить замюченный ну ладно значит персонал электрики не электронщики и им бы хотелось все-таки импульс направления использовать для того чтобы проще было искать электронизация 32 осей необходимо выполнять в таких задачах с помощью E-CAMO и E-CAMO E-CAMO да а как 32 оси с помощью E-CAMO они последовательно соединяются у нас есть одна мастер-рось которая задает все перемещения каждый последующий привод может использовать свою редукцию и свой электронный кулачок а общая мастер-рось будет для всех значит у нас есть стенд значит такой который летучие ножницы как это выглядит приводы стоят в ряд и в них реально заведены импульсы именно импульсы параллельно во все привода для вот этого самого как бы там E-CAMO а дальше каждый уже там электронный редуктор и все остальное это уже выполняется средствами привода это тоже такое решение есть вот резы летучие ножницы причем с коррекцией по цветовой метке это все делается на функциях управления движением и там тоже импульсы там нету никакой сети управления второй второй момент для управления большим количеством массе брать трехосевые сервопривода SDM в которых вся эта синхронизация осуществляется внутри автоматически ну практически смотри бумажная линия с роликами волами здесь такое дело когда они все действительно связаны ты не должен их там разорвать и потянуть и все они в одной в одной как бы там оси двигают одну одну и тот же один и тот же материал они все связаны ну да мастер оси как бы просится мастер оси дальше уже настраивать сервы вот эти что-то мягко настроить ну на самом деле самое простое решение это обычная панель оператора которая задает какие-то коэффициенты общие как бы ну либо для каждого привода потом SD-A2 связанные разъемами CN-5 как бы по импульсам энкодера между собой у каждого настроенная своя редукция ну и можно по-вторых устраивать да ну и плюс мы можем и плюс мы можем жесткость регулировать каждого привода настроить его вот эту пружину на первый привод подключен допустим энкодер с линии после узла размотки который создает всю технологию по скорости допустим либо на выходе энкодер заведенный на один сервопривод а потом транзитом на все это самое простое решение задание параметров модбасом тоже последовательно связанные все осень между собой на одну панель оператора все самое простое решение ну в принципе да это да и всегда можно посмотреть вот этот импульс они же будут и это мастер ось она же будет на экране этих сервоприводов на панельке отображать координаты реальная координата там всех там отлаживать достаточно просто и интуитивно понятно это все будет действительно просто соединяется импульсный импульсный выход импульсный вход ну как на нашем стенде которое с тетущими ножницами это тоже можно если там действительно такое приложение как вы описали в принципе так реально вот ну как бы ну хорошо спасибо и вам за внимание да потому что мы сколько 3 часа в принципе я закладывался на 3 часа спасибо сейчас постараемся это все обработать и дальше подумаем какие темы будущих семинаров учеб на чем заострить внимание дальше наверное следующий будет все-таки по новым частотникам это тоже очень много изменений произошло по серии М которая сейчас если мы знаем наш широкий загал украинский знает только МС на самом деле там есть и МЕ уже и МАШ и МАШ Л лифтовой и так далее и есть защита IP это надо все-таки тоже проговорить и сказать ну и по управлению движением это вечная тема в общем-то сегодня мы как бы закон закон Ома закон Ньютона я так понимаю в основном рассмотрели и самое самое на интуитивном уровне было понятно чего ожидать и типичные ошибки можно из нее сделать мягенькую пружинку а можно сделать жесткий молоток с этого серого неправильной настройки параметров а многие просто никогда туда не лезут не настраивают или пытаются настраивать индивидуально эти все параметры и потом получается а вот у нас ошибка аэль там 005 или 002 и там начинается все сначала все с нуля хорошо спасибо большое за внимание до будущих встреч в эфире как говорится